Привет, мои биатлонные друзья! К сожалению, биатлонную семью вторую неделю подряд постигла тяжелая утрата. Не стало Виктора Федоровича Маматова, олимпийского чемпиона двукратного, замечательного тренера впоследствии, который вместе со своей четверкой выиграл золото на Олимпийских играх 1984 года, затем успешно работал в роли спортивного функционера, возглавлял Федерацию биатлона СССР, затем был первым российским представителем в IBU, во вновь созданном Международном Союзе биатлонистов с 1993 по 2000 год, и до последнего момента считался человеком заслуженным, чему мнению прислушивались, в общем-то его огромный опыт, помогал тренерам разных эпох, Виктор Федорович оставил за собой немало научных трудов, методических пособий для тренеров, и последние годы жизни, конечно, он уже болел, находился в пансионате, но биатлонная семья периодически его навещала в лице многочисленных воспитанников и последователей, и в общем-то могу сказать, что трудно представить человека, к которому бы относились с большим уважением, чем к Маматову, поэтому, конечно, это огромная потеря для всех, и мои искренние соболезнования родным и близким Виктора Федоровича, всей биатлонной семье, ну, что сделать, я думаю, что эти тяжелые дни нужно пережить. Говоря о других темах, командному турниру в Ханты-Мансийске все-таки суждено быть, вопросы организационные были решены, и соревнования включили в единый календарный план Югры, в итоге 18-19 ноября пройдут две гонки, Мега Масс Старт, Конг Преследования, и ожидается участие до 120 биатлонистов из различных российских регионов, из Белоруссии, которые будут выступать за клубы. Это соревнование будет проходить не под эгидой СБР, а ИБЮ, и, соответственно, ожидается участие китайского клуба под руководством Андрея Прокунина. Как он рассказал, сейчас ждут визы, и, в общем-то, готовы ехать в Сибирь. Анонсированное ранее участие монголов и турок пока не подтверждается, но посмотрим, может быть, это вопрос уже будущего. Здесь главное начать, главное, чтобы первый шар был заложен. Ну и к тому же лишние контрольные старты не помешают, как сказал Юрий Каминский в нашем интервью, которое вы можете видеть также на канале, что не все спортсмены смогут принять участие в первом этапе Кубка России, и который состоять будет только из двух смешанных эстафет. Не везде в регионах есть женщины, соответственно. Да и вообще одна гонка, как бы, поэтому лишний старт контрольный перед этим уж точно не помешает. Поэтому будем дальше следить за этой темой и знакомить вас с новостями по поводу этого командного турнира. Ну что, антимансист готов к проведению соревнований любого уровня, как международного, так и всероссийского. Стрельбище великолепное. Белорусы уже его опробовали здесь. Сейчас здесь ЦСП, команда сборная России уже, Брагин, Заморозки приехали. Стартовая зона, мехзона готова. Где спортсмены перед стартом раздеваются. Зона финиша, зона старта тоже готова. Штрафной круг тоже готов. И, соответственно, площадка для мост-стартера за пулями пробиваемой стенки тоже готова. То есть комплекс полностью готов для проведения мероприятий различного уровня. Ну и приятно, что Юрий Михайлович Каминский также разделяет ту точку зрения, что будущее биатлона и лыжного спорта за клубами и что это, в общем-то, должно упростить многие и бюрократические, и чисто спортивные вопросы. Говоря также о подготовке к сезону, стоит упомянуть, что сегодня в Алдане прошли соревнования необычные в формате лыжного спринта со стрельбой. То есть биатлонисты бежали пролог, полуфинал и финал, три забега, дистанция 1900 метров с двумя огневыми рубежами и там можно было использовать по три доп. патрона и в случае вместо круга штрафа давалось по 8 секунд. В итоге победу у мужчины одержал Эдуард Латыпов, ну, как и положено, лидеру группы. Он выиграл этот так называемый ультра-спринт. Второе место занял Иван Колотов, ну, а третий Кирилл Бажин, который, в общем-то, славится как раз быстрой такой и достаточно качественной стрельбой. У женщин результат неожиданный. Победила местная якутская биатлонистка Регина Петрова, обогнав именитую Ларису Куклину, а замкнула тройку лучших Кристина Павлушина, спортсменка из Подмосковья, но которая также иногда тренируется совместно с группой Каминского. В общем-то, такие были итоги. Я думаю, что этот формат интересный, заслуживающий внимания, и, возможно, он будет также использоваться на биатлонных соревнованиях и в будущем. Каминский, как тренер спринтерской группы лыжников в прошлом, естественно, объединил два своих начинания в одно, и получился такой весьма занимательный проект. Что касается новостей международного биатлона, то IBU, во-первых, объявил, что со следующего сезона обладатели Кубка IBU получат уже дополнительную квоту не на один этап, а на два. И это я считаю правильно, потому что за один этап спортсмену сложно себя проявить и как-то отстоять свое место в основном составе команды. Мы с этим уже сталкивались, когда доп-квоты получили Бабиков и Сливко, а потом оказалось, что они там и на Кубок IBU даже не попадали. И в итоге, я думаю, что за два этапа спортсмен может зарекомендовать себя и кого-то из старожилов вытеснить из состава и остаться, закрепиться на основном Кубке мира. Ну и кроме того, у IBU новый спонсор. Это компания Лавита, которая занимается производством продуктов из, как бы сказать, здорового питания, из фруктов, овощей и прочего, там, трав, растительных масел. И с помощью вот этих вот продуктов они продвигают здоровый образ жизни. Это в духе политики нынешнего IBU. У них же были и экологические инициативы и так далее. И мы видим, что вместо спонсоров производителей котлов Висман, вместо автомобилей BMW появляется такой вот чисто спонсор за здоровый образ жизни, за экологию и так далее. Вот Лавита. Не знаю, дадут ли они столько денег Международному союзу биатлонистов, сколько давали предыдущие концерны, но с другой стороны остались тоже немцы, как и немцы. Поэтому в Германии сейчас, в принципе, с экономикой тяжело становится. Ну, будем смотреть, как это может отразиться. Но зато теперь Грета Тунберг точно будет довольна своими достойными последователями из IBU. Вот пока такие у меня новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Грета Тунберг